МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в гостях руководитель делегации, заместитель министра экономического развития Республики Крым Максим Балахонов. Максим Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Максим Борисович, вы в первый раз у нас в Чувашии. Да, в первый раз. Впечатлениями поделитесь. Впечатления потрясающие. Не ожидал увидеть так много интересного, так много хорошего. Когда ехал, честно, не был не только в Чувашии, но и на Поволжье. Не имел особого представления, кроме того, что успел вычитать в Википедии, куда я еду, но был очень приятно удивлен. В первую очередь, конечно, приятно удивлен именно людьми. У вас они очень дружелюбные, очень открытые. Поэтому надеюсь, что до конца поездки такое впечатление останется. Вот вы говорите про людей, да? Вот вы в первые впечатления у вас очень приятные о людях. А об экономическом потенциале нашей республики, о культурном потенциале, какие у вас, какое у вас мнение, какие впечатления? Точно такое же. Приехал я 17 февраля и за вчерашний день успел посетить несколько предприятий, Чувашский государственный университет. Не ожидал, что предприятия не просто лучшие в России, но еще и соответствуют самым высоким мировым стандартам. Это такие, Чуваш Туртехника, например, мы посещали предприятия. Я даже не знал, что такая техника для производства пищевой продукции производится именно в России, не то что в Чувашии. Обычно, видя на витринах магазинов, либо в каталогах такую технику, всегда, ну, во всяком случае в Крыму, мы видели ее только импортного производства. Ну, теперь будем надеяться, у вас будет отечественная продукция, тем более у нас заключено соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве, да? Да, и насколько я знаю, вот, например, именно Чуваш Туртехника уже поставила определенное количество своей продукции в школы, детсады Крыма, в рамках, в том числе, этого соглашения. Что еще реализуется в рамках этого соглашения между нашими республиками, между предприятиями? Ну, знаете, то, чего нет у нас в Крыму и не производится, мы, конечно, заинтересованы в поставках продукции. Но не только в этом, мы заинтересованы и в налаживании собственного производства, и хотим, чтобы нам помогли именно чувашские предприятия в этом. У нас очень много инвестплощадок, очень выгодные условия. Я привез с собой презентационные материалы, и об этом говорил на форуме, о том, что у нас действует свободная экономическая зона в Крыму. Она уникальна с определенной точки зрения, поскольку распространяется на всю территорию Республики Крыма и Севастополя, в отличие от других особых экономических зон, которые действуют в Российской Федерации. И там очень выгодные условия, очень большие льготы и преференции. Об этом я более подробно на форуме остановился. И надеюсь, что эта информация поможет чувашам и предприятиям чувашским действительно выгодно сотрудничать с Крымом. Ну вот вы на форуме тоже сказали, что все знают Крым как раз как здравницу, но вам еще интересно и другое сотрудничество. Да, мы, конечно, рекреационная отрасль, оздоровительная отрасль является одной из системообразующих Крыму, но далеко не единственной. И мы активно развивать хотим, конечно, оно у нас есть, но не в том состоянии, в котором хотелось бы сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции, для того, чтобы обеспечивать себя в полном объеме продуктами питания. У нас есть химическая промышленность на севере нашего полуострова, и можно развивать в дальнейшем это направление. У нас есть машиностроительная тоже отрасль, много других. У нас очень хорошие есть изобретатели, иннователи. Я думаю, что одно из главных направлений, чем можете быть вы нам полезны, это, конечно, помочь организовать туризм, потому что у нас тоже туризм одно из перспективных направлений. Мы очень хотим к себе гостей привлекать. Да, вы знаете, мы не только традиционный туризм хотим развивать, а для того, чтобы всем гостям Крымского полуострова, в том числе и с Дружественной Чувашской Республики, было у нас интересно, мы хотим развивать самый разнообразный туризм. То есть и археологический, и эко-этно-туризм, и активный туризм. У нас для этого есть все условия. И горы, и степи, и моря, и реки, и озера, и леса. То есть Крым очень разнообразен, поэтому в плане туризма каждый получит, я думаю, то, что ему хочется. Что ему интересно. Вот 19 февраля как раз состоялся молодежный форум, и на нем были различные тематические площадки. Вот расскажите об этом поподробнее. Ну я в первую очередь участвую именно в площадке, касающейся экономического блока, то есть круглый стол. Естественно, моя миссия – это наладить максимально выгодное взаимодействие, сотрудничество, презентовать Крым, рассказать о нем как можно больше, рассказать почему интересно инвесторам чувашским приехать к нам, и развивать свое производство, возможно, открывать филиалы, открывать сопутствующие какие-то предприятия, в том числе поставлять свою продукцию. Моя задача именно донести эту информацию. В том числе еще одна задача – это получить поддержку и какую-то информацию касаемо подготовки кадров. То есть вчера мы посещали университет, и ректор выразил готовность тоже осуществлять совместные программы, сотрудничество в этом направлении, поскольку у вас очень хорошая база для этого есть. Обмен студентами на какой-то предполагается? Да, и студентами обмен, и наши выпускники могут приехать, поступить в Чувашский университет, и выделяется определенная квота для этого. И мы готовы у себя принимать студентов из Чувашии, как для работы. То есть есть у вас уже это организовано, я знаю, уже говорили о том, что участвовали на больших стройках, и Олимпиады, и Космодром Восточный. У нас сейчас очень масштабное строительство разворачивается по федеральной целевой программе развития Крыма. Это и мостовой переход, и вся инфраструктура, и строительство тепловых электростанций, и очень много других объектов. Ну, можно сказать, стройка века. Поэтому думаю, что нам и рабочие руки, и квалифицированные специалисты, и помощь в обучении на месте непосредственно наших специалистов и рабочих тоже понадобится очень. Максим Борисович, насколько этот молодежный форум может стать традиционным, не только на площадке, допустим, Чувашии, но и в Крыму? Вы знаете, мы сегодня как раз это обсуждали, и была такая мысль, что, можно сказать, в порядке очереди проводить, да, сначала у вас, потом у нас. Я думаю, что это будет интересно достаточно, в том числе, возможно, в формате какого-то летнего лагеря, по принципу уже имеющихся в России аналогичных форумов, фестивалей. На Клязьме, да, у нас территория Смысла проходил, молодежный фестиваль тоже был привязан к природе. Другие есть примеры. В Крыму, еще раз говорю, природа сама предполагает к тому, чтобы использовать открытый воздух, открытые площадки, леса для того, чтобы... Максим Борисович, я вижу у вас какой-то сувенир с Чувашской символикой. Вот что это? Расскажите, пожалуйста. Да, это я для своего ребенка младшего купил такую игрушку развивающую, Чувашскую. Мне очень понравилось, честно говоря, то, что я успел увидеть эту Чувашскую культуру. Были мы в Краеведческом музее. И очень понравилось то, что ваши республики дорожат своей культурой, своим языком. Каждая мелочь сохраняют, вышивка у вас сохранена. И молодежь, я смотрю, что она активно к этому подключается. И беседовал с вашими ремесленниками, представителями, мастерами народного промысла. Среди них очень много молодых людей, что приятно. Спасибо большое, Максим Борисович. Я напомню, что у нас сегодня в гостях в программе «По существу» был заместитель министра экономического развития Республики Крым Максим Балахонов. До свидания. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова